А еще точнее, только тех детей ваших, кто имеют уже призывной возраст, то просто из ваших сыновей мы можем минимум несколько батальонов создать. Минимум. Зачем тебе обращаться к этим 84 тысячам молодых чеченцев? А, кстати, вот еще важное обращение Кадырову. После удара беспилотника по Российскому университету спецназа в Удальмесе, Кадыров провел совещание с силовиками и заявил, что 84 тысячи якобы молодых людей, являющихся, попадающих под призыв, имеются в Членской Республике. И ты пристыдил их, сказав, что как вы можете, в то время как по нам наносят удары беспилотниками, как вы можете там спокойно где-то ходить. И ты даже выразил недовольство их бородами, сказав, что, мол, сбривайте свои бороды, иначе мы там будем вас вылавливать. Как будто бы наличие бороды у молодого, ну и даже немолодого человека, это обязательная обязанность его идти и воевать за интересы Путина в Украине. Так вот, я подумал, смотри, я не сильно разбираюсь в этих батальонах, ротах, взводах, и я имею в виду в численности, где и в каком именно армейском подразделении, сколько должно быть человек и так далее. Но я приблизительно понимаю, что рота это больше, чем взвод, что батальон больше, чем рота. И загуглив немножко, я посмотрел, ну где-то человек 500, допустим, это считается батальон. Я вот о чем подумал, Кадыров. Если собрать просто ваших, вот твоих, Гелимханова, Иудова и прочих действующих лиц твоей власти, то есть людей из твоего окружения, не просто государственных служащих, я сейчас не говорю не про обычных людей, я говорю именно про матерых кадыровцев, которые мы можем включить начальников, руководителей уровня, министров, допустим, твоих министров, глав районов, начальников всевозможных отделов полиции, районных, городских и прочих, их заместителей, первых, вторых. То есть, вот это вся, те, кого мы можем назвать кадыровской элитой, если мы именно вас только возьмем, точнее ваших детей, а еще точнее, только тех детей ваших, кто является, имеет уже призывной возраст, то просто из ваших сыновей мы можем минимум несколько батальонов создать, минимум. Зачем тебе обращаться к этим 84 тысячам молодых чеченцев, их бородами, с их внешним видом, как они там одеваются, тебе тоже, видимо, не понравилось. Тем более, если, какая будет мотивация вот таких людей, ты сам ими недоволен, ты сам приводишь в пример, что они, опустив бороды, надев там какие-то облегающие штаны, пристают к девушкам на проспектах. Ну, какой из такого человека солдат? Что он делает на передовой? Совершенно другое дело, это ваши дети, воспитанные с малых лет в таком кадыровском, мужественном таком стиле. Те, кто в этом же Руси у вас, все практически они обучались. Каждый из ваших детей владеет оружием. Каждый из них имеет финансовую возможность для того, чтобы хорошо экипироваться, иметь хорошее оружие. Вот все, все условия, которых нет у обычных ребят, входящих в эти 84 тысячи, которые ты обозначил, и ведь ни у кого нет сомнений, что в эти 84 тысячи не входят те люди, о которых я тебе говорю, вот ваши дети, они ведь в эти 84 тысячи не входят, вы их туда не включали. Они ведь ни по каким статистическим базам у вас не пробиваются. Так вот, давай оставить вот этих простых ребят, работяк, кто-то там на стройке трудится, ну какой из него боец? Он никогда на Руси не обучался оружием пользоваться, не умеет, как калаш разбирать, собирать, не знает. А вот другое дело, это твой сын, он-то с малых лет все это знает. У тебя твой шах в заде, руководитель, руководит твоей службой безопасности. И представь, насколько ценным кадром он будет на передовой. Пусть он будет командиром у одного из таких батальонов. Например, создайте три батальона из чисто ваших детей. И в одном батальоне поставь командиром своего сына. Или же назначь его над всеми этими тремя батальонами. Хотя нет, пусть лучше и Алаудинов командует этими семья-тремя. А твой сын будет командовать одним батальоном. Второй твой сын, который Ахмат, будет вторым батальоном. У тебя еще один есть сын, тоже совершеннолетний, который Эли. Ему отдай третий батальон. В заместителях у этого же Ахмата будет сын Иудова. Тоже совершеннолетний, тоже владеющий оружием. С малых лет тренировался, с вами там рядом где-то бегал. Представьте, насколько это будут эффективные боевые единицы. Это ведь совершенно другой уровень будет. И вы представляете, насколько ход войны изменит просто вот эти три батальона. Оставь в покое кадыров, обычных чеченских ребят. Наберите эти батальоны из своих детей. Отправьте их на передовую. Давайте посмотрим, как они себя там проявят. Появятся первые жертвы. Кто-то может в плен попадет. Кто-то раненым вернется, потеряют ноги, руки. Кто-то погибнет. Вы их похороните с честью и доблестью. Дадите, им дадут награду кресты. Вы эти кресты наколите на памятные плиты на могилах. Кто-то, будучи раненым, будет иметь эти кресты. И вот посмотрите, и если ход войны не изменит эти три батальона, тогда прибегнешь к этим 84 тысячам призывников чеченцев. Но покажите им пример. Покажите им пример доблести, отваги. Твои дети, ваши дети наверняка могут показать. Наверняка они знают, как это сделать. Покажите, я тебе отвечаю, то, что я тебе сейчас говорю, это мысли всех этих 84 тысяч людей, их отцов, их матерей, братьев, сестер, обычных чеченцев, жителей. Все они думают так, как я. Они думают, почему ваши дети должны разъезжать на дорогих машинах по республике, с кортежами, веселиться на каких-то концертах, иных каких-то мероприятиях, ездить в Дубай, присутствовать на каких-то боях. Почему вот это все должны делать ваши дети, а 84 тысячи молодых чеченцев должны воевать в Украине из-за того, что по твоему университету спецназа ударил беспилотник? Где твой университет спецназа и где эти 86 тысяч, 84 тысячи чеченцев, этих ребят? Какая между ними связь? А вот между вашими детьми и этим университетом спецназа связь прямая. Вот тут я ее прям вижу. Они все там обучались, они все друг друга там знают, здороваются на мероприятиях, днях рождения, свадьбах, везде пересекаются. Вы же все такая дружная команда, Ахмад Сила. Давайте, вот кто должен защищать. Вот по кому украинский беспилотник ударил, вот кому это пощечина. Почему каждый из этих, из отцов этих детей не говорит ничего себе? По нашему университету долбанул беспилотник. Это вызов всем нам, и мы, мои дети не могут спокойно разъезжать на машинах по республике, спокойно отдыхать, посещать свадьбы, танцевать, в Дубае ездить не могут. Стыдно нам. Давай быстро собрались, взяли свое оружие и поехали воевать. Почему нет такой реакции? И почему ты, Кадыров, не требуешь этой реакции? Почему не оскорблены твое окружение? Почему они не оскорблены? Это же пощечина вам всем. Давайте реагируйте. Оставьте в покое обычных, ни в чем неповинных, непричастных вам людей, вот этих чеченцев, которые не нанимались, никогда с вами никакие сделки не заключали, не говорили, что при ударе по вашему университету спецназа они будут за вас где-то погибать. Нет. И эти родители, воспитывавшие своих детей, они не для этого их воспитывали, чтобы они за твой университет спецназа там погибали. А вот твое окружение, вот они как раз обязаны защитить и прикрыть и твой университет спецназа, и твою резиденцию, и твой туалет, в который ты ходишь. Вот пусть они тебя и прикрывают, Кадыров. А ребята, оставь в покое. Томсов, видел обращение участников СВО в Дагестане, что им мешают чеченцы Ауха обретать земли в участке, которые им полагаются за счет участия СВО? О, да, я буквально перед эфиром, мне слали это видео, я посмотрел. Это в селе Ленинаул, по-моему, называется. В общем, это одно из... В общем, бывший Ауховский район, его разделили на два района. И вот два села отдали в Казбековский район, остальные села в так называемый Новолахский район. И вот это село Казбековского района. Там, значит, участникам СВО раздали какие-то земли. Ну, я предысторию, наверное, всей... Предысторию конфликта по этому району рассказывать не нужно. Если кратко сказать, любая раздача земель под застройку в этих районах для чеченцев Ауха, она неприемлема. Потому что есть закон о реабилитации. В соответствии с этим законом должен быть восстановлен район Ауховский в прежних его границах. Те дома, из которых когда-то были выселены чеченцы, эти дома должны быть вернуты. В общем, там ничего из того, что нужно было сделать, не сделано. И, соответственно, в чужих домах находятся люди. Район не восстановлен. И любое межевание, раздача земель в рамках действующих границ и без исполнения этого закона, конечно же, для чеченцев Ауха это неприемлемая вещь. И, в общем, туда, видимо, как только услышали, что раздали какие-то земли, те приехали с Украины. Приехали, начали там какие-то колышки забивать, приехали чеченцы, начали эти колышки вытаскивать. И хорошо, что это не привело к столкновению. Хорошо, что эти решили не кровь проливать, а решили записать видео. Это, в принципе, уже лучше. Потому что после того, как уже пролился кровь, потом будет очень сложно. И, в общем, они жалуются Меликову, вот эти участники СВО, жалуются Меликову. И говорят, мол, почему они здесь наши колышки вытаскивают, а не едут на СВО? Почему военкомат их сейчас по ним не работает, не забирает? В общем, выглядит это все, конечно, очень дешево, некрасиво. Конечно же, Аух должен быть восстановлен в прежних своих границах. Никакого Казбековского, Новолахского района там быть не должно. Ну, не, сами районы, конечно, могут быть, но где-нибудь в другом месте, не на землях Ауха. Ауховский район должен быть восстановлен. Чужие дома, имущество, земли должны быть возвращены их хозяевам. И после этого уже можно будет о чем-либо нам говорить. А без этого любые действия людей или власти, которые будут происходить на этой земле, конечно же, будут восприниматься в штыки. И это продолжение той несправедливости, которая была ученина в свое время Сталином. Продолжение следует...